Привет, друзья! Буду рассказывать вам о пользе упражнений из сценической речи, пришедшие к нам из восточных духовных практик. Упражнение называется «Огненный лев», и оно подходит людям, у которых сильно разболелось горло, даже если очень сильно. За счет чего уходят болевые ощущения? За счет того, что мы растягиваем с вами все горловые мышцы внутри, находящиеся гортань, аж до трахеи дойдет, поверьте мне, связки. Все-все-все просто за счет эластичности тканей, которую они приобретают, происходит отток вот этой простудной слизи. Следующий момент – лимфа, про которую я вам регулярно напоминаю. Ток лимфы улучшается, соответственно, улучшается и циркуляция крови. Это и дает снятие вот этого болевого эффекта. Прям гения. Очень эффективный способ. Итак, упражнение. Друзья, все позиции очень активно обратите на это внимание. Значит, руки на 19 градусов у нас выстреливают в сторону, пальцы натянуты, ноги на ширине плеч, таз у нас не задернут, да, он у нас опущен, вес у нас не спят. Чуть-чуть можно присохнуть колени, проверить, что таз у нас в воздухе подвешен. Сюда добавляется активная позиция языка, которую мы выгрёбываем, при этом гадалай и корпус подаются вперед. Происходит это так, как широко раскрываются глаза. Вот так. Соединим это все, да. Горячее дыхание, мы его уже с вами проходили. Выполняется она следующим образом, как зима, да? Активная позиция, если челюсти и гортали. Если вы зеваетесь, значит, упражнение вами выполняется вверх. Либо вы можете представить обмороженную стичку на ваших руках и подлежать на нее. Связками, мышцами горла, горталью, все, что там внутри, мы без голоса произносим голосные звуки. Вы будете, пожалуйста, это очень важный момент, ни в коем случае не шепчите, потому что это большое давление на голосовые связки. В нашем случае нужно сосредоточиться на растягивании мышц гортами. И так далее. У меня горло практически перестало болеть. Я думаю, на несколько часов я могу забыть о болевых ощущениях. Желаю всем крепкого здоровья, берегите его, потому что это наш основной капитал. Несмотря ни на что, оставайтесь, пожалуйста, добрыми людьми. Продолжение следует...